Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Кулакова То есть очень большой ввод, есть что выкупать. Благодаря выделенным средствам жилищные условия улучшат 250 семей, деньги направят не только на приобретение квартир, но и на выплату выкупной стоимости за квадраты в аварийных домах. Отмечу, что в прошлом году в Саргутском районе на переселение потратили чуть больше миллиарда рублей, ключи от нового жилья получили около 200 семей. Андрей Трубецко также отметил, что благодаря изменению в суммах выкупа, которые устанавливает региональная служба по тарифам, застройщики активнее сотрудничают с муниципалитетом. Слова благодарности правительству Югры, губернатору, которые вникли, услышали. И если год назад у нас выкупная стоимость была на уровне 54 тысяч рублей, то сейчас на сегодняшний момент составляет 81 тысячу рублей. А планируется на четвертый квартал еще увеличение на 7 процентов, то есть составит порядка 86 тысяч рублей. То есть это очень большой рост и сейчас цена максимально приобрели на крыночной. То есть сейчас таких проблем, как в прошлом году, нет. Семь победителей в номинациях и главный призер. 26 октября в Саргуте объявили имя лучшего педагога года. Церемония награждения конкурсантов профмастерства прошла впервые с 2020-го в традиционном формате. Чествовали учителей и воспитателей в городском культурном центре. Лучшими стали наставники из детских садов номер 92 «Веснушка» и 78 «Ивушка». Из общеобразовательных учреждений номер 10, 18, средней и начальной школы 31 и 30, гимназии имени Фармана Салманова. Учителем кода становится Никитин Алексей Васильевич, учитель истории и общества знания школы номер 45. Надеть противогаз на время и узнать, как действовать в чрезвычайных ситуациях. 16 студентов Саргутского политехнического колледжа побывали в управлении ГОИЧС Саргутского района. Учащимся наглядно показали, какие приспособления могут спасти жизнь и как ими пользоваться. Подробности в сюжете. Защищает ли противогаз от угарных газов? При пожаре, например. Вот случился пожар, и у вас там друг, и вы, я его спасу, одеваете противогаз и бежите туда. Спасет он вас? Нет. Совершенно верно. Никогда не одевайтесь, потому что вы погибете вместе с другом. О таких нюансах в школе на уроке ОБЖ не расскажут. Из первых уст студенты политехнического колледжа узнали, как действуют специалисты при пожарах, наводнениях, землетрясениях и других чрезвычайных ситуациях. Показали ребятам и устройства, которые помогают спасать жизни людей. Например, специальная детская камера. Она может защитить ребенка даже при радиационном поражении. Рассказали студентам и о том, как оказывать первую помощь. Ваша задача сейчас, вот этого пострадавшего, повернуть в боковое стабильное восстановительное положение. Пожалуйста. Как будете поворачивать? Стоп, на исходном. Полученные знания студенты отработали на манекене. Они делали массаж сердца и искусственное дыхание. По мнению специалистов, эти навыки должны быть у каждого человека. Мы находимся с вами при раннем к раннему северу. Есть заболевания, которые могут привести человека к летальному исходу. Поэтому знание АЗОВ, оказание первой помощи, я думаю, не только детям, и это всем нам актуально и важно. Действия при пожаре со школьниками и студентами Сургутского района теперь отрабатывают с помощью современных технологий. Для этого купили специальные VR-шлемы. На территории Сургутского района при содействии управления по делам ГОИЧС администрации Сургутского района было создано добровольное общество «Огнеборец». Цель этого общества – ведение профилактической работы на территории Сургутского района как среди взрослых, так и среди учащихся. В этом году организации был выигран грант главы Сургутского района. И на эти деньги мы приобрели программное обеспечение, то есть это программа по обучению детей действиям при пожаре. После того, как обучающийся надевает VR-шлем, ему предлагают два сценария – эвакуация из школы или действия, если выйти из загоревшегося здания невозможно. Есть три режима – обучение, тренировка и экзамен. По словам специалистов, благодаря этому дети в случае ЧАЭС будут действовать правильно и, главное, без паники. Как признались студенты Сургутского политехнического колледжа, практическая экскурсия им понравилась. Они будут вообще в любой ситуации нужны. Вдруг что-то случится с кем-то, с чем-то. Сейчас в связи с ситуацией страны, страной, сейчас каждому человеку будут нужны эти навыки. В любой опасной ситуации. Экскурсия прикольная. Много чего нового узнал. Как первую помощь оказывать. Вдруг какая-нибудь ситуация случится, дай бог, человеку станет плохо, помочь ему и вызвать скорую, чтобы она приехала. Если много быть где-нибудь в путешествиях или ходить по лесам, то, наверное, будет очень полезный навык. Если сидеть дома постоянно, то, наверное, нет. Как отметили специалисты управления по делам ГОИЧС администрации Сургутского района, подобные встречи со студентами проходят каждые три месяца. Благодаря этому, уверены в ведомстве, удастся воспитать поколение, которое не растеряется при чрезвычайных ситуациях и сможет в случае необходимости спасти свою жизнь. Андрей Лобов, Валерия Кудрявцева, Владимир Федоров, Сургут, 24. В Сургуте не имеющий прав водитель сбил 85-летнюю горожанку. ДТП произошло около 19 часов в среду на Комсомольском проспекте напротив 21-го дома. По предварительным данным, мужчина, управлявший Рено Кэнгу, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, не убедился в том, что на Зебре никого нет и наехал на пенсионерку, которая переходила проезжую часть. Сургутянка упала. Позднее ее на машине скорой помощи с множественными переломами госпитализировали в травматологическую больницу. По факту аварии ведется следствие. С начала года на дорогах Сургута произошло 178 ДТП, в которых 8 человек погибли, 235 ранены. Несчастный случай сегодня произошел в Сургуте. Погиб машинист экскаватора. ЧП случилось днем на строительной площадке спортивных центров в микрорайоне Хоззона, что напротив отдела полиции номер 2 и управления МВД по городу. По предварительным данным, экскаваторщик дробил монолитный бетонный куб. Один из осколков камня отскочил и прошил кабину насквозь. Шансов у мужчины не было, он погиб на месте. В том, почему спецтехника не была оборудована защитной рамой, и в других обстоятельствах трагедии, сейчас разбираются следователи. В Югре прошло первое вручение паспортов признанным гражданам Луганской и Донецкой республик. Отметим, что это важный следующий шаг после проведения референдума. После вступления в состав России, жители были официально признаны гражданами нашей страны. Речь идет не только о тех людях, которые остались на своей малой родине, но и о тех, кто в силу обстоятельств был вынужден переехать. Работа по выдаче паспортов началась в Сургуте. В торжественной обстановке жителям вручили документы, удостоверяющие личность. Поздравляю вас с признанным гражданством Российской Федерации. Уверен, что это ваше взвешенное, обдуманное, правильное решение. Прошу вас всех соблюдать действующим законодательством Российской Федерации. Любить с любовью относиться к Российской Федерации. Уже получили паспорта 10 человек. Выдача продолжается. Работа в этом направлении проходит оперативно. Например, как рассказал Александр Марцик, полный пакет необходимых бумаг он и члены его семьи в управлении по вопросам миграции предоставили несколько дней назад. Накануне приняли присягу и уже получили заветные документы. Александр с женой и дочкой в Сургут были эвакуированы спасателями еще в апреле. «Приехали из Мариуполя. Приехали мы в Сургут 5 апреля. 5 апреля решение уже было принято стать россиянами, получить гражданство. Получили паспорт. Вот сегодня выдали. И этому мы очень рады всем. Вся семья, наверное. Дочка будет получать на днях. Вчера с нами присягу принимала». Представители национальных сообществ Сургута передали гуманитарному корпусу Югры спортивный инвентарь. Боксерские груши и перчатки отправят в спортивные школы, недавно принятые в состав Российской Федерации регионы. Средства для покупки снаряжения собрали на благотворительном турнире, который проходил летом. Его организовали представители нескольких национально-культурных центров и спортивного сообщества города и округа. Пока инвентарь хранится на региональной точке сбора гуманитарной помощи, точные даты отправки груза пока нет, так как волонтеры ждут, пока обстановка на территории станет менее напряженной. «Сейчас нет определенной точки. Объясню, почему. Потому что сейчас очень нестабильная ситуация на территории. Мы не можем сейчас спланировать точный маршрут и координацию действий, потому что нет понимания касаемо конкретно точки дислокации. Сейчас на территории Донецкой народной республики присутствует 15 добровольцев гуманитарного добровольческого корпуса. Задачи у них неизменны. Это выдача гуманитарной помощи, обеспечение местных жителей горячим питанием, чистой водой и по возможности восстановления социальной инфраструктуры». На благотворительном турнире удалось собрать больше 300 тысяч рублей. На эти средства получилось купить 50 боксерских шлемов, столько же перчаток и 4 груши. Инвентарь именно для боевых искусств приобрели по просьбе тренеров из ДНР и ЛНР. По словам представителей национально-культурного центра «Арарат», в планах организовать на Донбассе турниры, когда обстановка там станет спокойнее. «Учитывая, что в результате последних действий сплошные разрушения на территории Донбасса и есть необходимость на самом деле при разговоре с местными там тренерами есть колоссальная нехватка спортивных учреждений, детишки должны заниматься, тренироваться. Спорт объединяет, спорт против наркотиков. И в рамках профилактики терроризма, экстремизма и различных направлений была принята именно организация спортивных секций». С 30 октября международный аэропорт «Сургут» переходит на зимний режим работы. Плановые мероприятия по подготовке всех служб к работе в холодное время года завершены. Проведены инструктажи и аттестация работников. Для поддержания аэродрома в состоянии летной годности зимой в аэропорту задействуют более 150 единиц спецтехники и оборудования. Оно исправно и готово к эксплуатации. В полном объеме закуплены противогололедные реагенты, создан необходимый запас противообледенительной жидкости. Внесены изменения и в расписание. Оно опубликовано на сайте аэропорта в зимнем сезоне. Из воздушной гавани «Сургута» планируется выполнение регулярных прямых рейсов по 35 маршрутам. Полеты будут выполнять 16 авиакомпаний. Это традиционные российские направления. Санкт-Петербург, Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск, Самара, Уфа. Лидер наших внутренних авиалиний «Москва». 7 рейсов в сутки ежедневно. По-прежнему из «Сургута» можно улететь в города ближнего зарубежья. Бишкек, Ереван, Баку, Алматы, Ташкент. Что касается дальнего зарубежья, то до 19 ноября остается доступной Турция. Полеты в Анталью осуществляются два раза в неделю, по средам и субботам. А уже с 3 декабря наш базовый перевозчик авиакомпании «ЮТЕЙР» планирует выполнение полетной программы по маршруту «Сургут» – Дубай. Прямой рейс, время в пути порядка 6 часов. И полеты будут осуществляться еженедельно по субботам. Арабские Эмираты планируют летать всю зиму, вплоть до 25 марта. Лучшие из лучших встретились в одном из производственных филиалов общества «Газпром Трансгаз Сургут». Накануне слесарей аварийно-восстановительных работ боролись за почетное звание самого профессионального мастера. Смотры конкурса для специалистов предприятия проводят на протяжении 22 лет. За это время прошло уже более 200 соревнований, в которых поучаствовали свыше 3000 газовиков. Какое практическое задание выполняли конкурсанты в этот раз, и на что обращают внимание жюри, расскажет Карина Александровна. Порыв на водопроводе, давление напора которого 4 килограмма силы, ликвидирует слесаря аварийно-восстановительных работ 4-го и 5-го разряда из 26 филиалов предприятия «Газпром Трансгаз Сургут». Каждый из участников стал лучшим по итогам первого этапа для осмотра конкурса профмастерства в своих структурных подразделениях. Для нас это является одним из самых эффективных инструментов появления лучших работников по профессии, формирования кадрового резерва, безусловно, ну и, конечно, популяризации данного вида профессии. В дальнейшем коллеги могут стать наставниками и передавать свой опыт лучшего по профессии молодым нашим работникам, которые ежегодно мы принимаем. За основу практического задания взята ситуация с порывом трубопровода. С щеткой специалисты очищают место повреждения от, например, остатков коррозии или грязи. Затем слесари вырезают уплотнительную резиновую прокладку и устанавливают ее в хомут. Такое устройство необходимо зафиксировать на трубе, и это позволит ликвидировать утечку воды, соблюдая технологию. Задание сегодня было несложное, но подвела техника. Хомут лопнул. Ну и если бы хомут не лопнул, то получилось бы. У нас хомуты как таковые не распространены. Мы в основном сливаем и завариваем такие моменты. Конечно, буду участвовать еще и буду лучше готовиться. Конкурсы хорошие, поощрение, соответственно, есть за занятия хороших мест. Антон Еремин – молодой специалист, и это его дебют в конкурсе профмастерства. Еще в выполнении задания важна скорость. Но и это не самый главный критерий, на который обращают внимание члены жюри. Нам нужно вообще понять знание технологии, мастерство, скорость, смекалку. В принципе, все эти моменты мы сегодня видели. Основная масса конкурсантов почему-то используют рожковые ключи обычные, при том, что есть ключи, которые позволяют намного быстрее выполнить задания, да, трещотки. Во второй тройке один из конкурсантов этим воспользовался. То есть проявил смекалку. Ребята довольно-таки все грамотные, с опытом. Здесь есть как опытные уже специалисты, да, с многолетним стажем, так и молодые специалисты, которые себя уже зарекомендовали. Все находятся в одинаковых условиях. Александр Носок работает на предприятии более 20 лет. В смотрах конкурсах принимает участие регулярно. Слесарь аварийно-восстановительных работ пятого разряда неоднократно становился призером и победителем профессиональных состязаний. Специалист подмечает, что практические задания часто проецируют рабочие моменты, которые возникают на производстве. При коррозии трубопроводов такое случается, получается порыв, и нужно его оперативно, если устранить, нет возможности другим способом исправить. Такая мера как бы временная. Допустим, если идет отопительный сезон, случилось на системе отопления или на теплосети, такая авария устраняется, допустим, пока отопительный сезон не закончится, чтобы можно было капитально отремонтировать. Обычно в неудобных местах, недоступных, под землей и так далее. Профессиональнее остальных оказался слесарь пятого разряда из Южно-Балыгского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества «Газпром-Трансгаз-Сургут». Федан Нагимов – работник с 11-летним стажем, что и подтвердили итоги смотра. Опыт, который приобретают специалисты структурных подразделений предприятия на конкурсах за лучшего по профессии, положительно сказывается и на их трудовой деятельности. Об этом говорят сами сотрудники «Газпром-Трансгаз-Сургут». Карина Александровна, Сергей Коликов, «Сургут-24». Это была последняя информация выпуска. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте. www.indefisnews.ru Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Именно здесь продается свежайшее нерафинированное сыродавленное масло холодного отжима из черного тмина. Формула масла. Большой выбор масел для потрясающего вкуса и для здоровья тела. Улица Ивана Захарова, 7. Покупай и в десятку попадай! Совершай покупки в ТРЦ «Сургут-Ситимол» и получай шанс выиграть «Киарьё Икс». 10 лет нам, а подарки дарим вам! Жители поселка Белый Яр говорят о своем поселке так. Мы не спутник Сургута. Мы отдельный мир. Это так. Мир красивый, современный и вместе с тем уютный. Именно здесь расположился жилой комплекс «Яркий». В доме представлены готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 35 квадратных метров с уже предчистовой отделкой. Не забывайте про экономию на ЖКУ до 30% и возможность купить квартиру без первоначального возноса. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Телеплюс. Провайдер то его города. Домашние и дикие, дружелюбные и опасные, популярные и экзотические. Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале Сургут-24. Субтитры создавал DimaTorzok Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута Югры на Рутюб-канале ОМедиа. Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМедиа. Сургут-24. 16+. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok